Пссс, парень, иди сюда. Да иди сюда, не бойся, подойди, говорю. Поанализировать не хочешь? Да, давай. Ну, музычку мне тогда включи. Да куда ты пошел? Ладно, сейчас сам все сделаю, не уходи, подожди, сейчас все будет. Execration против MVP Phoenix. Гранд-финал турнира под названием Минески Pro Gaming League. Сезон номер... 1, 2, 3, 8. Execration взяли агрессивный пик, сделали ставку на Мипа с расчетом на то, что они будут давить соперника, зажмут его на базе, Мипа перефармит двух чужих коров, Луну и Эмбера. И когда они ему уже ничего не смогут сделать, они закончат игру. MVP Phoenix взяли довольно жадный пик относительно соперника. Здесь нужно Эмберу и Луне выформить свой минимум, это примерно 1010 голды каждому. Луна должна купить БКБ, чтобы не умирать в замесе, еще какие-то итемы на дамаг. Эмбер должен купить Battle of Fury и Mantua Style, чтобы также не умирать в замесе. Это все нужно сделать под диким прессингом соперника, и при этом нельзя дать Мипа очень сильно перефармить Луну и Эмбера. Если у MVP получится это сделать, тогда они смогут более наглее фармить, чтобы не отставать от Мипаря, и также смогут драться 5 на 5. Иными словами, они завладеют инициативой и скорее всего выиграют эту игру. А получилось ли у них это сделать, вы можете посмотреть только в пиратской аналитике. Ну или посмотреть игру. Итак, что же происходило по игре? Довольно долго MVP достойно проводили файты, не отставали от соперника. У них все шло по плану. До 12 минуты, когда Эмбер решил влететь один в троих, умер. И хоть это на Нетворцах не особо-то и отразилось, но я считаю, что это был переломный момент, после которого MVP посыпались. Я пытался как-то объяснить этот врыв. Может быть он не видел Пака, или думал, что он очень быстро убьет Сайленса и улетит. Я не нашел ответа, но к счастью мне скинули запись их разговора в Тимспике и сейчас мы ее послушаем. На 14 минуте Пак показывает просто невероятную игру и перечеркивает все надежды MVP победить. Этот момент достоин хайлайта и я сделал его. Невероятный монтаж, креативная музыка. Смотрим. После этого момента уже ничего хорошего для MVP Феникс не было. Они проигрывали каждый файт, Мипо при этом отрывался от Эмбера и Луны. На 19 минуте подрались 5 в 0, потому что поймали и убили Эмбера самым первым. Вообще, Эмбер довольно самонадеянно начал покупать Баттлфури первым итемом. Потому что против такого агрессивного пика самое главное это достойно драться в файтах, не отдавать преимущество сопернику и затягивать игру в лейт. Баттлфури этому абсолютно никак не помогает. После того, как Экзекрейшн убили пятерых героев соперника, они пошли забрали Рошана. И то, о чем я говорил, Мипо перефармил двух чужих коров на 5000. Они просто зашли на ХГ, начали ломать сторону, убивать соперников. Этому Мипорю даже Аегис никто сбить не смог. Игра закончилась на том, что Мипо сделал рэмпейдж под фонтаном. Подводя итоги, можно сказать, что МВП проиграли, потому что очень жадно пикнули. Им нужно было покупать итемы на ранний файт, чтобы сдерживать прессинг, выкручиваться как-то. Ну, как говорится, придумайте что-нибудь. МВП не стали ничего придумывать. Напротив, Эмбер очень нагло начал собирать Баттлфури. И с этим Баттлфури очень нагло смотрел, как ему сносят трон. На этом все. Подписывайтесь на наши лайки, ставьте канал. Чао, какао. Подписывайтесь на наш канал.